Как не мыслим сегодняшний театр без своего прошлого, без имен актеров, вписанных золотыми буквами в историю Приморского академического драматического театра имени Горького. Язык сцены – это магия, уверен художественный руководитель театра Ефим Звенятский. Я ведь беру в театр только выпускников Института искусств. У нас 100% труппы – это выпускники Института искусств. Что это? Это позиция моя принципиальная. Есть доводы, есть «за», «против», но одну девочку или одного мальчика в год я беру всегда. И это не случайно. Я хотел бы, чтобы здесь понимали, что крепость театра – это его и выпускники, которые сегодня народные, заслуженные, просто артисты, главные. Это для меня чрезвычайно важно. На этой земле, на этой территории должен пребывать тот, кто ненадолго здесь, кто навсегда здесь, кто не однодневка. А совсем недавно в театре открыли новый яркий музыкально интересный юбилейный сезон. И совсем скоро у жителей и гостей Владивостока появится уникальный шанс попасть в театральное закулисье. 19 октября мы планировали целую неделю подарить зрителям от встречи с театром. С его праздником, с его настроениями, с его буднями. Когда я говорю праздник, это значит, что 21-го будет такая большая, значительная для нас дата. Юбилей театра Горького. Мы будем это отмечать в большом зале. Когда я говорю технические истории, это те, мне бы хотелось познакомить зрителей и желающих увидеть театр изнутри, мастер-классами внутри театра, пошивочный, костюмерный, столярный, реквизиторский, бутафорский посещение цехов. Это тоже есть такой монок соучастия зрителей. Также совсем недавно на сцене театра прошла премьера спектакля «Арсений в расхищению не подлежит», который ставил сам Ефим Семенович. Я назвал спектакль «Арсений в расхищению не подлежит». И я как раз понял, как-то надо трогательно, как-то по-человечески надо относиться друг к другу. Нельзя злоупотреблять и создавать идола, потому что это природа. Но это все осознаешь, когда ты понимаешь, что вторгся сюда непринятый, изгнанный, осужденная супруга, несчастная дочь, ну и так далее. Вот это, знаете, какое-то покаяние своего рода. Культурный уровень Приморья растет на дрожжах. И речь не только о посещении приморцами различных спектаклей на сценах профессиональных театров, выступлении приезжих звезд, фестивалей, но и активное участие в формировании культурной жизни региона. Речь о народных театрах. Их возрождение оказалось успешным, и желающих играть на сцене в свободное от работы время в Приморье становится все больше. Так в начале октября в Спаске откроется еще один народный театр, четвертый в крае. Я как-то пообещал в разговоре с губернатором Олегом Николаевичем, что давайте... Ну, во-первых, он очень активно на это откликнулся сам. И это, если бы не администрация края, и не то незначительное финансирование, которое идет все-таки под организацию, это же силы, затраты, декорации, костюмы, свет, звук, ну и так далее, и так далее. То это вряд ли бы произошло. Поэтому ему низкий поклон. Он такой, как это говорят, когда наставник, это не то слово, папа театра, наверное. Вот он какой-то папа народных театров. И я ему пообещал в разговоре так, поскольку человек эмоциональный и суетливый немножко, говорю, давайте 10 откроем. 10 театров откроем. Ну, а теперь надо держать удар. Трупа Горьковского театра может все. Играть трагедию и фарс, петь в мюзикле и существовать в психологическом пространстве, блистать в шоу и постигать вершины мировой классики. Какие пожелания? Пожелания, чего бы я хотелось, они банальные. Они банальные. Они связаны, не связаны с возрастом, в котором я пребываю. Они связаны только здоровьем, только здоровьем, только внешнего и внутреннего благополучия. Я с ролями справлюсь сам здесь, давая роль лучшему, еще лучшему, еще лучшему. У нас слабых артистов нет. Давайте вместе порадуемся, что в нашем городе есть театр, влюбленный в зрителя, и есть зритель, влюбленный в театр. Ведь одно без другого немыслимо. Театр возникает только по любви. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова